Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и в этом видео мы будем выбивать Нектар Т4. Да, я добрался до него, поверьте, это жестко. Несмотря на то, что здесь у нас множитель достигает 10, все равно сложно, сложно. Если особенно у вас мало очень персонажей 4-звездных, это вообще жесть как невыполнимо практически. Ну что ж, начинаем с одного множителя, то есть у нас вообще сейчас никакой прибавки не будет. Берем, значит, персонажей помощнее, конечно же, и так вот возьмем падшую Афину. И здесь нужно потратить 500 золотых для того, чтобы участвовать в поединке. Итак, сейчас против нас, конечно же, простенькие чуваки будут биться. Давайте вот так вот поставим Афину против Афин. Нет, это, думаю, неприкольно будет. Пусть Ипполита будет надирать задницу падшей Афине. Итак, теперь у нас первый бой. Не будем смотреть, как они красиво ходят. Сразу будем быстренько валить всех. В данном случае у нас Хронос. Классный персонаж, я его не зря в топ вообще назначил. Пусть он даже 10 место занял, ну пофиг, все равно персонаж реально крутой. Рекомендую вам его качать. Мы быстренько завалили Ипполиту. Все прошло достаточно аккуратно и практически без единого удара нам. Теперь мы Ипполиты будем надирать по пенсию падшей Афине. Эй, Афина, успокойся, ты че это, дорогая моя? Тебя нужно в ад отправить. Вот классный навык есть у Ипполиты, это яд. Прям зачет. Не только ее попе, но и навыкам. Но Ипполиту я решил не включать в топ, потому что я вообще редко этим персонажем играю, потому что, ну мне ей как-то не совсем удобно играть. Хотя есть у нее плюсы. Отпишите в комментариях, кто бы добавил Ипполиту в какой-нибудь топ и на какое место отпишите. Интересно просто узнать. Падшая Афина тоже неплохой персонаж. Нехило так. Расправляется в данном случае с циклопом. И все, еще один бой позади. Постараюсь, конечно же, набить десятый множитель, но посмотрим. Здесь у нас множитель на единицу прибавляется. То есть сейчас у нас никакого множителя не было, теперь у нас множитель два. И сейчас мы возьмем... Кого возьмем? Давайте возьмем, значит, вот Рагнара. Юльку. Юльку и Северного Странника. Чего бы нет. Пока я сейчас беру не особо прокаченных персонажей, да и против нас не особо прокаченные. Вот можно вот так вот поменять, чтобы бонус класса у нас был. И замечательно. Можно фигачить дальше. Кто, кстати, тоже уже выбивал Нектар Т4, поставьте большой жирный палец вверх. И от меня чисто большой жирный палец вверх за ваше терпение и, конечно же, силу воли. Вы не сдались, вы выбили. Ну, честно, очень сложно. Но, наверное, не так сложно, как выбивается особый Нектар, который голубой. Я его еще дальше буду выбивать, потому что он мне понадобится для улучшения четырехзвездного персонажа до следующего, четвертого, насколько я помню, ранга. А вот дальше я даже не знаю, буду ли я прокачивать персонажей до пятого последнего ранга, потому что это, блин, это дико сложно будет, дорогие друзья. Так, мыси низко. Успокойся. Ооо, нехило, серьезно. Ну, пока у меня у всех персонажей больше значительно мощь. И мы сейчас одного с другим выносим. Классика. Данное видео, скорее всего, я буду выкладывать значительно позже. Выйдет, скорее всего, какое-нибудь уже обновление, добавит новых персонажей. И вы будете меня ругать в комментариях, типа, флик. Ну, вот, блин, это событие уже давно было, вот, на Клеопатру и на Гуаньюэ. Да, дорогие друзья, оно давно было. Но это у нас внеплановое видео о том, как, допустим, я выбивал нектар Т4. Как я пользовался своими персонажами. Кого брал в первую очередь. Кого в последнюю. Так, у нас множитель три. Ну, смотрите, если, допустим, у вас не так много прокачанных четырехзвездных персов, вы можете брать двухзвездных самых прокачанных сначала, потом уже переходить на трехзвездных. Вот, допустим, у кого 700 мощь, у кого там 800 и так далее. И потом уже брать самых мощных в последнюю очередь, потому что там будет множитель выше, и, естественно, вы выбить сможете больше. Так, значит, возьмем персы, минотавра и таласа. Пока сейчас я беру персонажей, которыми очень редко играю. О, смотрите, какой у нас крутой бонус класс. Сразу у всех трех персов. Так. Ну, сейчас мы быстренько минотавром завалим верцингиториха. Кстати, верцингиторих реально крутой перс. Я им валил при мощности самого персонажа 1400 валил в пвп-акции персов, у которых за 2000, то есть больше даже 2000. Я не помню только кого. Белла, насколько я помню, фигачил. Потом... Ну, не монстров точно. Богов. Потому что мы имеем бонус класса против них. Ну, в данном случае у нас персе имеет бонус класса против вот этой сфена. Воу-воу-воу-воу-воу. Ух ты какая ты нехилая тетенька. Хотела она суперприем какой-то сделать, но мы ее сбили, конечно. Но сейчас она успеет свою третью ультру сделать. Что классно, конечно, для нее минус, для нас плюс то, что у нее нету оглушения. Она на нас может страх наложить и еще какие-то навыки, там, кровотечение или яд или отравок. Какой-то такой вроде у нее навык есть. Сейчас уже не помню. Кстати, на сфены тоже есть видео отдельное. Еще в тот момент, когда только появилось испытание. Сейчас, скорее всего, разработчики добавят какого-нибудь темного персонажа. Допустим, я не знаю, Дарья. Че бы нет-то? Или кто у нас там есть? Темный Белл какой-нибудь будет? Не знаю. Мне кажется, что разработчики не будут внедрять пока совсем новых персонажей. Они сделают какой-нибудь анонс о новых персах, но добавят, скорее всего, каких-нибудь просто темных клонов. Как, например, Северный Страник, там Талос из Преисподней и так далее. Что ж, у нас множитель 4. Это не хило уже. И мы продолжаем дальше фигачить. Это видео будет, скорее всего, долгое. Так что наберитесь терпения. Берем, значит, Белла, Верцингиториха. И кого бы еще? Давайте Артемиду возьмем. Очень она мне нравится. И реально, я вот сейчас прокачал трехзвездную Артемиду. И, как вы видите, у нее такая нехилая мощность. Что ж, давайте как-нибудь поменяем тут все. О, тут можно, кстати, тоже классно сделать. Вот так вот. И снова у нас бонус класса у всех персов. Очень удобная штука перед началом поединка. Перед началом серии поединков, даже так, наверное, скажем. Падший Зев сразу на него спокойствие. Он нам, конечно же, слабость. Но ничего, у нас есть регенерация, которая сейчас, к сожалению, не сработала. Но есть еще массивная атака. Это, насколько я помню, увеличивает основной урон или повышает шанс Крита. Точно не помню. Дорогие друзья, поправьте, если я ошибаюсь. Потому что я делал видео на Верцингиториха отдельное. Вот только не помню, что ему дает массивная атака. Ну, скорее всего, просто массивную атаку. Больше мощи в каждом приемчике. Итак, значит, у нас сейчас... О, прекрасная Артемиды. Как же она мне безумно нравится с ее вот этими круглыми мечами. Которые в блоке очень похожи на бесконечность. На знак бесконечности. Так, все, мы тебе сейчас завалим. И стреляет она очень четко. Все, красотка, красотка. Я тебя прям обожаю. Так, дальше у нас... Минотавр Астерий. Сейчас мы быстренько его белым завалим тоже. Ты был не готов к расправе. Воу-воу-воу. Да серьезно, ты вообще молодец. Вау. Был все-таки офигительный персонаж. И у него очень быстро набирается ярость. И он забирает еще ярость у соперника. То есть, вряд ли вот успеет этот вот прекрасный белый мишка набрать себе ярости на третью ультру. Но все возможно. Вот что-то у нас не сработало замешательство. Давай, забери у него ярость. Вот черт, он не забрал ярость. Да, мишка атакует. Причем жестко атакует. Оу, это было больно. Но ничего, у нас все равно жизни еще остались. На, и замешательство сразу ему. Зачет был, ты красава. Также есть видео на Белла у меня, дорогие друзья. Поэтому заходите в плейлист Боги Арены. И там вы найдете много всего интересного. Итак, у нас буквально осталось там 50, наверное, тысяч накопить, чтобы получить нектар Т4. Сейчас у нас пятый множитель. Миллион шестьсот сорок три пока очков. Итак, кого берем дальше? Давайте возьмем, наверное, кого-нибудь посерьезнее. Вот мы синицу можно взять. Ахилла и какую-нибудь Дадзи. Возьмем помощнее персонажей, чтобы получать больше очков. И множитель все-таки у нас выше. Такс, как мы тут поступим? Угу, я думаю, что нужно поступить так. Опять, смотрите, прям нам везет, честно говоря. Редко очень такое бывает, что прям подряд можно иметь бонус класса всеми тремя персонажами. Дадзи тоже классная. Она тоже как-то ярость снижает у противника. С помощью, я так полагаю, опасности. Ну-ка давай. Давай, давай, завали его. Отлично. Ну, смотрите, он вообще особо не успел нам ударов-то нанести. Тут же завалили этого Юлия. Ну, а дальше нас ждет падшая Афина. Привет, красотка. С тобой Масиниса. Кстати, Масиниса мог быть рэпером в то время. Первый черный чувак на деревне, может быть. Ну, давай, снеси ей башню. Ну, а дальше она, конечно же, будет применять третью ультру. То есть, смотрите, дорогие друзья, когда у вашего соперника в пвп битве доходит уровень жизни до красной отметки, а вот если поточнее, то почти заканчивается, они по-любому применят ультру. Очень-очень редко бывает, что они как-то не применяют ультру и начинают вас атаковать. Это безумно редко бывает. В основном они всегда хотят применить свою ультру и надрать вам задницу. Ну, давай, Хилл. Молочек, красавчик. Давай, давай, бей, бей. Нет, не ты меня, циклоп, бей. Ну, конечно же, вот до красной отметки дошло, и он применяет ультру. Но он мог бы ее и раньше применить на самом деле. Сейчас мы ему еще разочек... На, отлично. Все. Пока у нас достаточно быстро проходят поединки, в которых мы побеждаем. Отлично. Сколько мы там множителей заработали? Так, миллион шестьсот пятьдесят шесть. С копейками нужно, конечно, еще. Множитель у нас сейчас шесть. Итак, кого возьмем мы? Давайте Афинку возьмем. Давайте всех девочек возьмем. О, прекрасный отряд. Богиня, монстр и просто воительница. Так. Да, здесь, я думаю, не получится поменять, потому что если я вот так сделаю, то у нас будет бонус класса у Ипполита, но будет бонус класса у противника и у Белла. Поэтому оставим как есть. Будем пробовать все-таки так надирать задницу. Привет. Ох. Это просто великий поединок красоток, дорогие друзья. Кто за кого болеет, отпишите в комментариях. Кто за Афину, кто за Ипполиту. Ну, мы и то, и то и будем надирать задницы. Так. Ну, реально, круто, круто прям. Воу, 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 тихо, тихо, дорогая. Смотрите, у нас все-таки меньше мощи, но я все-таки постараюсь завалить Ипполиту. Блин, нехило она так отбавляет жизней. Но ничего, у нас есть правосудие. Ух ты! Сейчас она по-любому применит первую свою ультру. Ну, а дальше уже делал техники. Красотка. Да, брюнетки мне, наверное, больше нравятся из-за карих глаз. И не только. А вот сейчас прям битва двух сестричек. Блин, у нас тут классные поединки такие. Ну, здравствуй, сестренка. Бэээ. Ха, шучу. Ну что, давайте будем надирать сестрице задницу. Че-то она помощнее нас, оказывается. И набирает ярость быстрее. Эх, не успел я отойти, потому что атаковал ее. Ну, а теперь от меня, третья ультра, дорогая. Надеюсь, мы оглушим ее. Нет, но яд это тоже неплохо, будет отбавлять в течение боя у нее жизни Давай-давай еще, первую ультру Есть оглушение За это я очень и люблю медузу нашу Отлично Великолепно, тащусь прям Ну а сейчас у нас не совсем равный бой, мы будем биться Ипполиты против Белла Белла у нас будет скорее всего просто красть ярость Не по-детски Воу-воу-воу, да он просто нападает в самом начале на девушку Я тебе сейчас как дам своим мечом Ух ты, ё Да ты успокоишься или нет? Давай-давай, Ипполиточка, родная моя, в ярости Блин, он сейчас нехило так накопит себе ярость Но вот сейчас, кстати, он... Нет Он все-таки решил провести третий приемчик Эх, блин, еще есть замешательство, жесть Давай, Ипполита, родная, я в тебя верю просто Блин, скорее бы отбавилось это замешательство Не-не-не-не-не, прекращай ты вот это вот Давай, Ипполита, вынеси его, прошу тебя, пожалуйста Ну смотрите, вообще красавица Мы всех троих завалили и множитель не потеряли Ну, чтобы не потерять множитель, а увеличить его достаточно и двух просто Оппонентов завалить Итак, у нас миллион шестьсот семьдесят четыре Еще буквально чуть-чуть осталось, дорогие друзья И мы выбьем Нектар Это Т4, блин, самый жесткий Такс Вот теперь после, наверное, шестого множителя Лучше делать как-то вот так вот По уменьшению, то есть брать сначала самого мощного перса Потом менее мощного и потом можно вот какого-нибудь ненужного вообще взять Или лучше давайте возьмем Ра Попробуем все-таки, может быть, прокатит Так Смотрим сразу кого-то, что можно побить Ра, в принципе, нам, конечно, не особо сейчас нужен Но мы можем сделать вот так вот Посмотрим, может, Ра сможет завалить Верцингиториха Будет действительно, наверное, сложная битва Но посмотрим Хочется, конечно, выиграть Давай, Ра, я в тебя верю, мужик У него есть классный навык возрождения Так что я думаю, мы будем пополнять здоровье Периодически Давай, давай, Ра, я в тебя верю, мужик О, смотрите, это было круто Он хотел на меня тяжелую атаку натравить О, ты вообще, Верцингиторих, молодец Взял, использовал свою вторую ультру А вот сейчас только не пользуюсь ей, хорошо Да, я тебе немножко завалю вот И подожгу О, тихо, тихо Факин щит, нет, только не применяй ультру О, нет Сейчас мы отхватим И, скорее всего, по полной Точно Жесть Да, Верцингиторих, красава, красава Ничего тут не скажешь Что ж, давайте теперь Верцингиторихом набивать морду Посейдону Посмотрим, как пройдет бой Воу-воу-воу-воу, Посейдон, ты вообще, конечно, молодец, но мне придется тебя вынести Здесь хотя бы у нас бонус-класса Но, я думаю, и без бонус-класса мы бы смогли завалить Этого Посейдона Давай, 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 бей его Отлично Тихо, 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 Посейдонушка Не писал я в твое море Оу-оу Тихо, тихо, давай, давай, валим, валим Да пофиг, хоть по блоку Давай, регенерацию, мужик Блин, почему-то регенерацию не врубил Сейчас же нас нехило так завалит Ну, по крайней мере Мы спокойствие, по-моему Или усмирение на него Ух ты, ё Вот кулак такой здоровый Прям, да, спокойствие мы на него Натравили Поэтому Посейдона не смог набрать третью ультру Ну, а сейчас Зевс против Сфена Будем смотреть, кто кому наваляет Конечно, у неё чуть-чуть побольше жизней Она не делает никакого оглушения И я думаю, что мы её завалим Так, давай, 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 родная Теперь первую ультру Блин, вот запрет, классная штука Сейчас она никакой навык на меня не сможет сделать Вот Зато сможет, блин, третий приём Провести Ну, ладно У нас есть фора, у нас есть запрет На тебе ещё, дорогая Не ожидала, да? Сейчас ты будешь отхватывать Не по-детски, я сказал Фух, слава богу Всё нормально И навыки никакие у неё не заработали Эх, надо было отбежать, конечно Ну, ладно, всё равно Её дни сочтены Зевс, красава Тут ещё танк Ну что, у нас восьмой множитель Ещё осталось буквально десять тысяч И мы получим Долгожданный нектар Т4 Я думаю, что ещё одна битва Один нектар Т4 У меня уже один есть Из какой-то сферы, по-моему, выпал мне Ну, смотрите, всё как замечательно Северный странник против Прометея Дальше у нас Геркулес против Сфена И Суню-кун там против кого-то Не успел посмотреть Ну, привет, братец Ты перешёл на чужую сторону Кстати, мне кажется, что Вот те союзы, которые на первом месте находятся Там, скорее всего, донатчики какие-нибудь сидят Либо эти союзы созданы самими разработчиками Для баланса какого-то Серьёзно? Отпишите в комментариях, что думаете вы Вообще, конечно, хочется свой союз вывести Не знаю, в тройку лучших хотя бы Или в десятку лучших Сейчас пока мы имеем мощность союза Насколько я помню Чё-то около... Нет! Братильник нас завалил По-моему, у нас около полтора миллиона Потом посмотрим в конце видео Ну ладно, хотя бы давайте Геркулесом завалим Сфена Да, чё-то Северный странник нам навалял нехило Ну, у Герка есть классная штука Под названием оглушение Действует она только на близкое расстояние Э-э-э, Сфена, успокойся Я тебя сейчас как наваляю Вот так вот И оглушения не было А вот сейчас она нам нехило может навалять своим Третьим приёмчиком Ну ладно, хоть оглушения не было А мы попробуем сделать его Но нет, не получилось Так, держим блок Держись, держись, Герк О, нет Не успел я откатить Давай, давай, Герк Я в тебя верю Молодчик вообще, красавчик Ой, долгое это видео, дорогие друзья, получается Честно, дорогие друзья Не очень хочется снимать очень длинные видосы Потому что устройство вообще жёстко греется Вот сейчас оно уже нормально так нагрелось И у меня даже начинают руки потеть Так Ну, с Суникуном, я думаю, мы быстро сейчас разделаемся с Аидом Он у нас даже немножко ошарашен И сейчас, кстати, у Суникуна, у моего четырёхзвёздного Открыт секретный навык Офигительный просто У него может быть случайный вообще эффект Вот сейчас бешенство По сути, у него бешенства нету У Суникуна нету бешенства Он нормальный тип Вот И, допустим, сейчас попробуем что-нибудь ещё Нет Пока только удача Вот оглушение должно было сработать Но почему-то оно не сработало на Аиде Возможно, у четырёхзвёздного Аиды Какой-то иммунитет к оглушению Уж не знаю этого точно Пока Аиды у меня нету Давай, Суникун, я в тебя верю Красавчик вообще, молодчик Ну, круто, дорогие друзья Мы наконец-то выбили Четырёхзвёздный нектар Миллион семьсот Это было тяжело Но мы теперь заберём его Да Забрать Он теперь мой Всё отлично Думаю, дальше нет смысла Пробиваться, так скажем, в первые ранги Чтобы получить ещё один такой нектар Т4 Нужно, конечно, в лучшие пятьдесят игроков войти Что очень просто сложно Потому что донатчики, или я не знаю кто Набивают по пятнадцать миллионов По десять миллионов Это пипец, просто как надо Втухать А я не такой задрот вообще Я уже просто мобильный геймер Я для вас сделаю видосики Ну что, давайте отправимся в Союз Глянем, что у нас тут творится А творится у нас тут всё Самое только хорошее Участники Всё так же по-прежнему у меня Я особо никого даже не выгоняю Все молодцы вроде Все молодцы Смотрите, все молодцы Все трудятся Макс Жданко Мужик Тебе надо определённо проходить всё и по максимуму Чтобы Набивать больше очков Потому что со временем Скорее всего я буду слабеньких выкидывать Но хочется, чтобы вы развивались вместе с Союзом Так, дальше у нас в запросах есть Форс Маленькая сила Ну ладно, пока пусть висит Так, давайте поможем своим, так скажем, союзникам Чё тут у нас? Следующая отметка Десять тысяч очков Усильте свой Союз Открывая сферы Получая дубликаты И повышая уровень и ранг своих воинов Давайте Отправимся тогда в храм И как раз займёмся Данным У нас тут на великолепного идёт Но нам он неинтересен Вот есть эпические Давайте Раскрыть Может быть ещё кто-нибудь четырёхзвёздный попадётся И... Фигу тебе фликер, а не четырёхзвёздного Пока так себе персонажи выпали Ну ладно Что ж, давайте откроем ещё доблесть Двадцать тысяч Ключей у меня много Десять сфер И... Кто тут у нас? Двухзвёздный Белл Контрольная точка достигнута Отлично Блин, смотрите Ну, золота, конечно, мало Но зато шестьдесят кристаллов В принципе, те кристаллы, которые я потратил на ПВП-акцию Они вернулись А кристаллов я отратил мало И что тут у нас есть ещё? О, да Грозная царица Вот давайте Эти сферы мы покрутим Медленно Медленно Потому что хочется выбить Четырёхзвёздную, конечно, Клеопатру Или любого другого персонажа Четырёхзвёздного Что ж, давайте тоже посчитаем На раз Два Три Четыре Пять И тут у нас Клеопатра Только, наверное, двузвёздная Да, всё верно Жалко Ну, ладно, ничего Прокачается у меня И клёвая Патра двузвёздная Кстати, у меня ещё есть осколки По-моему Четырёхзвёздного персонажа Надо Посмотреть будет Итак, раз Два Три Четыре Пять Давай Ипполита Интересно, сколько звёздная Трёхзвёздная Неплохо Но Хочется, конечно, больше Дорогие друзья О, зато у нас есть осколки Сфера с четырёхзвёздным персонажем И 250 золотых Это пипец, блин Как много Ну, ладно Буду золото копить Потому что В дальнейшем Нужно будет До четвёртого ранга Кого-то прокачивать И нужно будет Очень много бабла Итак, у нас тут Талос Двузвёздный Облом просто Да Облом с четырёхзвёздными Персонажами И вообще Сферами Из Особых акций Ну, ладно Ничего страшного У нас есть Осколки Сфер С четырёхзвёздным Персом И давайте же Откроем её Да, одну Открыть У меня так Пока много Осколков нету Что ж Покрутим Посмотрим Кто у меня здесь Может выпасть Конечно Хочется уже Какого-нибудь Нового Четырёхзвёздного Персонажа Вот северного Странника Например Суню-кун Жесть У меня Суню-кун Просто супер Прокаченный Теперь будет У него У него снова Усилен Секретный Навык Это Прям Зашибись Как круто Так Давайте Посмотрим Сколько у меня Тут 800 Осколков Осталось Ну, ладно Давайте Глянем На Суню-куна Насколько у него там прокачан Теперь Секретный Навык 60-й уровень Обезьяне Удачи Увеличивает Шанс Запустить Случайный Навык Но здесь Без процентов Что круто Так Связи Кстати Спартак Масиниса И Верцингиторих Круто Ну что Дорогие друзья Вот мы Выбили Нектар Т4 Да Там Множитель 10 Реально Полегче Выбивать Чем особый Нектар Но все же Сложно Мне хватило Двух дней Чтобы набрать Миллион Семьсот Как вы Видели И в принципе Это Возможно Так что Все стараемся Особенно С союзников Это касается Выбивайте И фигачите Что же Дорогие друзья На этом Закончим Данное Видео Всем спасибо За просмотр Ставьте Большие Пальцы Вверх Подписывайтесь На мой Игровой Канал Делитесь Видео С друзьями И не забывайте Прокачивать Своих Персонажей И валить Всех В пвп Битве И это Была Не шутка А с вами Был Фликер Всем пока